Новый способ решения коммунальных проблем города совместно разрабатывают администрация и окружной департамент энергетики и ЖКХ. Речь идет в первую очередь о необходимости обеспечить строящийся 8-й микрорайон коммунальной инфраструктурой. И это на фоне многомиллионных долгов, которые накопили управляющие компании перед поставщиком Энергогаз Ноябрьском, а также с учетом 300 миллионов, которые в свою очередь Энергогаз Ноябрьск задолжал городу. Директор департамента Михаил Гилев отметил, что на самом деле существует два варианта решения проблемы. Один так называемый долгий. Округ выделит деньги, к примеру, ресурсоснабжающей компании. Та погасит свои долги перед городским бюджетом, но при этом город потеряет часть межбюджетных трансфертов. Второй вариант, который и предложен на рассмотрение депутатам, заключается в том, что Энергогаз Ноябрьск, к примеру, за счет кредита рассчитывается с города, а затем получает обратно эти деньги уже в виде субсидий и вкладывает их в развитие коммунальных сетей в восьмом микрорайоне. На компенсацию расходов за счет субсидий могут претендовать и управляющие компании. Если управляющая организация функционирующая, компенсацию получает она для дальнейшей передачи уже ресурснику. Если управляющая организация находится на стадии банковства, мы понимаем, что есть определенная очередность погашения. В этом случае мы говорим о предоставлении субсидий именно уже непосредственно ресурсоснабжающей организации с обязательством ресурсника списать эти долги, то есть погасить их управляющей организацией. Если вы одобрите данный подход, администрация разработает механизм распределения данных денежных средств в виде субсидий ресурсоснабжающим организациям, либо управляющим компаниям, товарищеским собственникам жилья, для того, чтобы впоследствии направить эти средства на покрытие, допустим, процентной ставки по кредитам банковские структуры, либо непосредственно на приобретение оборудования, разработку проектной документации для строительства объектов инженера.